Привет всем любителям видеоигр! Сегодня крупнейший игровой портал Game Awards подготовил долгожданный видеообзор игры Angel Dawn, которую ждали уже целых 2 года. Я до последнего момента думал о том, что Angel Dawn пролетит со свистом вроде ПК-версии Batman Arkham Knight. В основном казалось, что так произойдет из-за того, что игру разрабатывала малоопытная студия, к тому же которая ориентировалась на PlayStation World. Но даже несмотря на это, дожить до рассвета оказалось вполне любопытной и качественной игрой для PlayStation 4. Но если вы, впрочем, как и я, ждали историю о серийном убийце, которого в детстве била мамка по жопе, запирала в шкафу и тому подобное, вынужден вас огорчить. Сюжет оказался более интересным, в отличии от типичного американского ужастика. На самом деле, в самом начале, игра-то игрой не кажется. В Angel Dawn все начинается не как в хорроре, а как в сериале «Разбитые сердца». Изначально история преобразуется в некую головоломку. Отгадай, кто с кем сегодня переспит. Разработчики на пороге пичкают игроков историями об интимной жизни подростков, причем рассчитывая на то, что вы запомните все это. Я же рекомендую взять листочек и ручку, потому что сразу понять, кто с кем, тяжело. Крис любит Эшли, а она симпатизирует ему. Но они не вместе. В то же время, Майк встречается с некой Джессикой, а до нее он встречался с Эмили, которая теперь уже с Мэттом. Но все так же продолжает встречаться с Майком, пока не видит Мэтт. И все из-за того, что Майк хочет одного – полировки своего болтающегося. При этом герои постоянно ругаются, спорят, просят друг друга не боковать, бросаются фразами вроде «Да тебе только ноги раздвигать!» И, в конце концов, кошачьи драки баб. Причем, это все особенно интересно, когда вы являетесь виновником всех скандалов. То есть, сами ведете к ссорам и выяснениям отношений. В какой-то момент мне показалось, что действия происходят в «Дом 2», так как «Энтил Доун» – это молодежный хоррор. Да-да, уже и такие бывают. То, как и полагается, тут все наиграно. Блондинки тормозят, парни кричат «Убегай! Я их задержу!» Ну и все в этом духе. Но и тут-то нет ничего плохого. Ведь разработчики изначально делали игру на основе глупых американских ужастиков. «Энтил Доун» представляет собой по большей части компанийскую игру, так как любые элементы игры тут заканчиваются каким-то дешевым скримером и такими неожиданными поворотами. Сарказм, конечно. Удовольствие от игры тяжело получить, когда играешь в одиночку. Поэтому прохождение становится интереснее в компании друзей, которые смогут подшутить над интеллектуальными выводами героев и порой просто нелепыми действиями. Разработчики не раз сообщали о том, что игра будет молодежной, поэтому подобных тем для обсуждений в компании будет очень много. Именно поэтому неудивительно то, что игра сразу же покорила Твич. В компании своих верных друзей игра дарит нереально хорошее настроение и неважно, сидите вы вместе на диване или наблюдаете за чьим-то стримом. Наверняка в скором времени появится куча разнообразных мемов, на которые можно будет смотреть с улыбкой, вспоминать свое веселое прохождение. Суть Энтил Доун, пожалуй, даже заключается не в том, чтобы играть и постоянно пугаться. Суть в том, чтобы игроки могли пережить совместное приключение, посмеяться над какими-то моментами, и Энтил Доун справляется с этим просто отлично. КОНЕРЕ Самое интересное то, что игра увлекает даже не хуже фильма, хотя порой даже лучше. Ведь это круто, когда вы пытаетесь из ружья пристрелить бегающую белку, а ваша девушка со злостью вырывает ваш геймпад с криками «Ты больной? Это же белочка!» А когда наступает ответственный момент, играет тревожная музыка, вы отдаете контроллер самому стойкому другу. Ведь вы понимаете, что вас можно звать лишь тогда, когда героев можно угробить, а не спасать. И ведь это весело, как бы ни тупили герои, их постоянно хочется спасти и вытащить из этой ж... беды. И привести к счастливой концовке. Особенно обидно становится за то, что, к примеру, спасаешь подкаблучником это уже в третий раз, а на четвертый раз его убивают. И тут сидишь и думаешь, ну как так? Я же тебя столько раз спасал, старик. Но почему? Почему ты ушел из жизни? В общем, изначально заложенный скептицизм и стыд быстро проходят, когда проходит первый час прохождения Entledown. В конце концов, к игрокам приходит забота и даже сопереживание. И поверьте, когда приходится выбирать между двумя красивыми девчонками, от симпатии героям голова постепенно начинает кипеть. Так хочется, чтобы выжили две красотки. Как застет не тебе, Си? 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 Порой выбор даже ни на что толком и не влияет, поэтому ваши действия могут и не сыграть ключевую роль в эпизоде, но все ключевые детали в любом случае произойдут. Ведь иначе история быстро придет к финалу. Некоторые решения могут показаться маловажными, поэтому везде игроков поджидает эффект бабочки. Всегда нужно обращать внимание на детали в игре, ведь в какой-то момент какая-нибудь по вашему мнению маловажная улика может сыграть ключевую роль в сюжете. У разработчиков Angel Dawn получилось то, что многие не способны были сделать. Суть в том, что даже при повторном прохождении играть все равно так же интересно. Конечно, третье прохождение это уже чересчур. Все-таки 8-9 часов захватывающего приключения это также достаточно много. К примеру, даже в некоторых шутерах сюжетная линия намного короче, но в любом случае каждое прохождение приносит что-то новенькое. Пора бы рассказать о том, что будет ждать людей, которые пожелают дожить до рассвета в одиночку. К сожалению, в полном одиночестве наблюдать за поведением американских подростков уже не так весело. И это не говоря уже о том, что игра становится откровенно говоря скучной. К тому же в игре отсутствует элементарный бег, так что герои передвигаются словно жильцы дома для престарелых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге, Энтил Доун это отличное интерактивное приключение, которое проходить лучше всего в компании друзей. К большому сожалению, играть в Энтил Доун в одиночестве не только скучно, но и неинтересно. Но в целом, игра в компании увлекательная и веселая. Порой доходит до такого уровня атмосферы, когда искренне начинаешь переживать за любимых героев. Всячески их спасать и делать так, чтобы в конце концов все герои смогли дожить до рассвета. Надеюсь, вам было интересно. Если это действительно так, то ставьте лайки, пишите отзывы. А главное, не забывайте подписываться на наш канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok